Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. 95 лет ветерану войны Владимиру Матюшенко. Всегда приезд митрополита в Азов. Это праздник. Глава Донской митрополии Меркурий посетил Азов. Приговором Азовского городского суда Петров осужден по пункту А. Части 3 статьи 286 уголовного года СРФ к наказанию в виде лишения свободы сроком. Три года условно Азовский суд вынес приговор участковому села Кулишевки. Сегодня заместитель главы администрации города Виталий Белов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Владимира Матюшенко. В канун праздника Светлой Пасхи Владимиру Павловичу исполнилось 95 лет. Несмотря на возраст и тяжелые испытания военных лет, Владимир Матюшенко по-прежнему крепок духа. Как подобает настоящему хозяину дома, сам встретил гостей. Владимир Павлович, сидите. Поздравляем вас с днём рождения от имени главы администрации города, от себя лично. Желаем вам все вместе продолжать нас всех радовать, быть примером. Нужно. Пожалуйста, пожалуйста, давайте помочь. Владимир Павлович родился на Украине. В Азов приехал на заработки. Здесь в 17 лет был призван на фронт, в 732-ю мотострелковую дивизию. Ушел воевать рядовым солдатом, рядовым вернулся. Боевой путь Владимира Матюшенко лежал через Краснодарский край на Кавказ, где был контужен. После госпиталя вернулся на фронт и прошел весь Крым. Участвовал в битве за Севастополь, получил два ранения в ноги. Из Крыма через Брест мотострелковая дивизия была направлена в Берлин. До столицы фашистской Германии не дошел всего 40 километров. Владимир Павлович получил тяжелое ранение и лишился правого глаза. Если будешь бояться, то и в лес не надо ходить по дровам. Ветеран имеет 18 наград, среди которых Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орден Красной Звезды за участие в Севастопольской битве и многие другие. Вернувшись с фронта, Владимир Матюшенко принял решение остаться в Азове. Работал на оптико-механическом заводе, женился. Так сложилось, что детей и внуков у него нет. Супруга Мария Прокофьевна ушла из жизни. Единственный родственник, племянник, живет в Мурманске. Своей семьей ветеран называет Азовчан, которые постоянно о нем заботятся. Заместитель главы администрации Виталий Белов дал обещание ветерану, что в ближайшее время Владимир Павлович сможет посетить лучших врачей города, которые проверят состояние здоровья, назначат лечение, чтобы сделать все возможное для поддержания здоровья юбиляра. Ваша родина где? Наверное, сели батарейки. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Глава Донской митрополии Меркурий сегодня посетил Азов. Владыка провел богослужение в храме Святой Троицы. В дни празднования Пасхи глава Ростовской епархии Меркурий посетил Азов и провел богослужение в храме Святой Троицы. По ежегодной традиции после воскресения Христова митрополит посещает один из храмов Ростовской области. В этом году Меркурий принял решение о визите в Азовский храм Святой Троицы. Священнослужители нашего города, представители администрации казачества организовали торжественный прием. Помимо официальных лиц и представителей духовенства, сегодня в храме Святой Троицы было не меньше прихожан, чем в День Пасхи. Получить благословение Донского владыки – большая благодать для верующих. Всегда приезд митрополита в Азов – это праздник, потому что помолиться вместе с владыкой – это очень хорошо. Это и для души хорошо. Я думаю, что взять благословение хорошо. Видите, сколько молодежи здесь, казаков много, казачат. Это благодать. Богослужение, которое провел митрополит, участвовали священнослужители храмов нашего города. Стать очевидцем такого события – большая удача, ведь подобная служба проходит один раз в год. Здесь присутствуют и казаки города Азова, и казаки района. На этом, будем так говорить, на большой этой молитве. После завершения богослужения глава Донской митрополии поздравил всех прихожан со светлым праздником Пасхи и пожелал здоровья, мира и добра. Сегодня в городской администрации состоялось планерное совещание служб ЖКХ. Окончание отопительного сезона, долги за газ и подготовка ко дню поминовения – основные темы сегодняшней планерки. В Азове подошел к завершению отопительный сезон. Именно эта тема открыла планерное совещание ЖКХ. Согласно температурному режиму, 17 апреля все котельные города, обслуживающие не только многоквартирные жилые дома, но и детские сады, школы и различные социальные объекты, перестали подавать тепло. Сейчас котельные переоборудуют только на подачу горячей воды. Также город готовится ко дню поминовения, или, как его еще называют, родительскому дню. В этом году он состоится во вторник, 25 апреля. С 7 утра до 18.00 по улице Леваторная от улицы Кооперативной до переулка Парково. По переулку Парковому от улицы Кооперативной будет ограничено движение для частного транспорта. Будет работать общественный маршрут автобусный, который будет доставлять людей в район городского кладбища. Помимо этого, на территории кладбища в этот день планируется установить 20 биотуалетов, а также будет осуществляться подвоз воды. Что касается майских праздников, то в их преддверии правительством страны был утвержден общероссийский субботник, который намечен на 29 апреля. Просьба также предприятиям, организациям откликнуться на данное мероприятие, провести, посмотреть, какие работы еще были недовыполнены во время субботника общеобластного, который проводился у нас. 8 апреля в настоящее время готовится распоряжение главы администрации проведения общероссийского субботника 29 апреля. Практически каждую планерку поднимается вопрос о долгах за теплоснабжение. Это совещание не стало исключением. С каждым месяцем долги азовчан за газ только увеличиваются. В связи с окончанием отопительного сезона ресурсоснабжающая организация намерена пойти на крайние меры, а именно отключить газ. По состоянию на 1 апреля 2017 года дебюторская задолженность за потребленный природный газ населением города Азова составляет 21,5 миллионов рублей. В том числе просроченная задолженность, эта задолженность свыше одного месяца, составляет 15,9 миллионов рублей. Это 1161 абонент. На 17 апреля подано на отключение и уведомлено о предстоящем отключении от сети газоснабжения 224 абонента. То есть ориентировочно по городу Азову отключение будет производиться с субботы. Также сотрудниками Межрегионгаза ведется работа по выявлению несанкционированного подключения к сети газоснабжения. В случаях выявления подобных действий, согласно постановлению правительства номер 549, будет производиться доначисление суммы к оплате за полгода по нормативной формуле. Екатерина Четверякова, Александр Истомин, Азов.Инфо. Пешеходный переход на перекрестке улицы Привокзанной и Зойко-Смодемьянской по-прежнему существует, независимо от того, что знак убрали. Начальник департамента ЖКХ Роман Ткаченко объяснил, это глобальная реконструкция дорог, которая начнется в Азове уже в мае. Она будет проходить по инициативе Министерства транспорта и по поручению президента Российской Федерации. Сейчас дорожные зебры в городе выглядят непрезентабельно. Кое-где они практически исчезли с дорожного полотна. По словам Романа Ткаченко, все 245 пешеходных переходов города будут приведены к единому национальному стандарту. Что в это входит? Национальные стандарты, новые. Это обустройство пешеходных переходов на желтом фоне, дорожные знаки должны быть установлены, нанесена горизонтальная разметка, а также установлено стационарное освещение вне освещенных пешеходных переходов, в коем является у нас данный пешеходный переход по Зойко-Смодемьянской, улица Привокзальная. Также устанавливается ограждение. Департамент жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время проводится электронный аукцион по определению подрядной организации. И с середины мая мы получим заказчика, который будет производить работы в течение месяца. Пешеходные переходы в городе Азове должны быть приведены национальным стандартом. В ноябре 2016 года в информационной программе Азов.Инфо вышел сюжет о превышении полномочий участковым Кулешовского сельского поселения в отношении задержанного им девашира. В воспитательных целях участковый нанес по обои задержанному, затем вывез его далеко за пределы места жительства и оставил без верхней одежды, денег и средств связи. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. После разбирательства принято судебное решение в отношении участкового уполномоченного. В ходе судебного заседания установлено, что Петров, находясь при исполнении своих служебных обязанностей в служебном кабинете опорного пункта полиции, доставленному Мондину за совершение семейно-бытового конфликта на почве внезапно возникших личных небрязных отношений, по причине того, что Мондин высказывал его адресные цензурные выражения, нанес множественные удары руками по голове, чем причинил последнему телесные повреждения, не квалифицирующиеся, как причинившие легкий вред его здоровью. Приговором Азовского городского суда Петров осужден по пункту А, части 3, статьи 286 уголовного года СРФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. С лишением его права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах с выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года. На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ основное назначенное наказание Петрову считать условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор вступил в законную силу. Сегодня в рамках первого тура чемпионата России Азовский клуб женского футбола «Дончанка» провел встречу с пятикратным чемпионом страны пермской командой «Звезда». Матч состоялся на центральном стадионе города. Надо отметить, что игры подобного уровня в Азове проходят довольно редко. Представители высших ступеней Клидестала, коими являются наши гости, а именно пятикратные чемпионы России, не балуют азовских болельщиков игрой на нашем поле. И сегодня, узнав о том, что на центральном стадионе будет играть одна из лучших женских футбольных команд страны, любители этого вида спорта заполнили большую часть трибун. Приветствовал пермскую команду на Донской земле заместитель министра спорта Ростовской области Петр Серов. Дорогие гости, спортсмены, тренеры и, конечно же, болельщики города Азова, от лица губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева я хочу поприветствовать всех гостей, в том числе на нашей Донской земле. Хочу пожелать всем спортивных успехов и удачи. О том, что женский футбол высокого уровня все больше развивается в нашем городе, заметил и заместитель главы администрации Азова Виталий Белов. Сегодня мы говорим о том, что в Азов вернулся большой футбол. Мы рады приветствовать вас, мы рады сами находиться на этом празднике футбола. Хотим вам пожелать честной, бескомпромиссной борьбы, честного судейства и болеем за нас. Первый круг чемпионата России включает в себя семь туров, в которых принимает участие восемь команд. Далее игроки выходят на второй круг, где играют на поле соперников. Также семь встреч, итого 14 туров, по итогам которых две команды завоевывают путевку на женский кубок УЕФА. Сегодняшняя встреча, к сожалению, азовских болельщиков завершилась счетом 1-0 в пользу пермской звезды. Во втором туре, который состоится 24 апреля, наша дончанка встретится с командой ЦСКА. Екатерина Четверикова, Александр Истомин, Азов.Инфо. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 9 признана лучшей в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы в России. Гость нашей студии – руководитель школы Алексей Новиков. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Поздравляю вас и ваш коллектив с этим событием. Спасибо огромное. Трудно ли было достичь статуса лучшего учреждения в стране в сфере охраны труда? Для участия в конкурсе нам пришлось собрать определенный пакет документов, заполнить определенные формы, и мы отослали этот пакет на конкурс. И с большим удовольствием через некоторое время узнали, что наше учреждение признано в России лучшим по организации охраны труда среди учреждений непроизводственной сферы. Это было очень приятно. Я навел некоторые справки. Оказалось, что мы выиграли этот конкурс за счет определенных дополнительных показателей. Ведь охрана труда, есть набор федеральных законов, которые обязательны к исполнениям всеми учреждениями. И все учреждения эти законы выполняют. Но есть дополнительные баллы, которые на этом конкурсе присуждались за дополнительные услуги, которые мы предоставляем своим работникам. У нас это по коллективному договору. Мы предоставляем бесплатно нашим работникам занятия в тренажерном зале, в бассейне в обеденное время, в спортивном зале, на беговых дорожках. И вот эти баллы позволили нам выиграть этот конкурс. Мы очень рады. Замечательно. Алексей, расскажите, пожалуйста, о перспективах развития спортивной школы номер 9. У нас большие планы на этот год. Во-первых, нам выделили областное финансирование на реконструкцию нашей котельной. Теперь в этом году, я надеюсь, она станет более мощной и более экономичной. Второе, мы попали в программу развития физикультуры и спорта Российской Федерации, по которой нам поставят новое футбольное прокрытие для нашего искусственного поля. И уже в этом году она будет постелена у нас на стадионе. Это что касается хозяйственных работ. А в планах приращивать наши спортивные результаты, которые позволят нам, если в этом году, в 16-м году мы заняли в областном конкурсе на лучшую спортивную, организацию лучшей спортивной подготовки, третье место, то в этом году мы планируем уже замахнуться даже на первое. Вот такие у нас планы. Спасибо, Алексей. Успехов вам, вашему коллективу, а вашим воспитанникам новых побед. Будем стараться. Спасибо вам. Спасибо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. 19 апреля ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 8-10, ночью плюс 7, плюс 11 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 74%. Уровень воды в реке Дон на 33 сантиметра выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин